Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Популизмом отдается Один из депутатов Госдумы предложил отменить транспортный налог на автомобиле отечественного производства В письме, которое парламентарий направил в Минфин, говорится следующее Такие машины приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории России на автомобиле отечественных марок Уточняется, что речь идет об авто с небольшим объемом двигателя Конкретная цифра не приводится Трасса 101 Состав автомобильной аптечки планируется дополнить Согласно предложению Министерства здравоохранения Туда хотят включить две медицинские трехслойные маски и две пары медицинских перчаток Плюс другие бинты, пластыри и дополнительную упаковку стерильных салфеток Все это объясняется необходимостью оказания более качественной первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП Напомню, что с 2018 года аптечку в обязательном порядке надо предъявлять при прохождении ТО Если, конечно, действительно его проходить, а не покупать Трасса 101 Хонда, похоже, решила попробовать свои силы в сегменте бюджетных авто Компания запатентовала в России компактный седан Сити нового поколения На родине машина комплектуется трехцилиндровым бензиновым наддувным мотором Выдающим 122 лошадиные силы Трансмиссия вариаторного типа О рублевой стоимости автомобиля говорить пока рано Добавлю официально, сейчас Хонда продает у нас только две модели CR-V и Pilot Трасса 101 В следующем году Белоруссия обещает наладить серийный выпуск собственных электромобилей Но как собственных? За основу будет взята модель китайской компании Джили Новинка будет иметь запас хода около 500 километров Мощность электромотора порядка 160 лошадиных сил Разгон до сотни примерно за 9 секунд Ориентировочная стоимость электрокара, если перевести на российские рубли, 2 миллиона Трасса 101 Вам приходит в голову, проезжая мимо дорожной камеры, показать в ее объектив что-нибудь этакое? Вот один немец показал средний палец и попал на штраф в полторы тысячи евро Водитель ехал с превышением скорости всего на 11 километров в час И мог бы отделаться незначительным взысканием Но палец все усугубил Его проступок полиция рассмотрела в индивидуальном порядке И впаяла по максимуму за неуважение к власти Вдобавок гражданина лишили прав на один месяц На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова До свидания Трасса 101